Народное славянское радио Здравия слушатели Народного славянского радио Итак, снова Сибирь, снова снег по пояс, а где-то и выше, снова мороз Снова в шаговой доступности комфортабельные берлоги со спящими берами Лоси, рыси, косули, зайцы и прочая живность И снова рассказ о прикладном пчеловодстве простыми словами Начнем с беседы о породах пчел и их особенностях Это поможет нам лучше понять происходящие процессы Правильно выстроить отношения в сообществе, в данном случае в сообществе пчел И в конечном счете получить так необходимый нам результат Ну в данном случае это хороший мед и чистая порода Если вы хотите всегда получать предсказуемый результат Ибо только чистая порода, аборигенная, как ее называет наука Предсказуема и стабильно дает необходимый нам мед В свойственной ей среде обитания Гибридные породы пчел дают результаты непредсказуемые И в массе своей отрицательные Со временем вырождаясь и погибая Все это подтверждено практическим научным опытом И после окончания этих исследований Были рекомендованы карантины в некоторых областях Чтобы породы не скрещивались и не вырождались Хотя и по сей день некоторые играют в свои игры с гибридизацией Но результат, если и есть, то он кратковременный В свою очередь неравнодушные пчеловоды Нашли способ, как из паршивой гибридной породы пчел Методом положительной селекции Получать первоначальную породу пчел Чем гибридизация пчелы выше Тем больше времени и труда на это уходит Так подвижнику из Петербурга На своей пасеке за несколько десятков лет Удалось получить из слабого гибрида То есть у него изначально была помесь Русской, итальянской и кавказской породы Получить чисто русскую пчелу Метод этот кропотливый и хлопотный Но все возможно Главное не усугублять ситуацию Излишним скрещиванием Итак, породы пчел Согласно справочнику по пчеловодству Для профессионального образования Буренина и Котовой Написано там все мягко и толерантно Так вот Из этого справочника узнаем Что в СССР, а все помнят размеры СССР И что считалось СССР Признаны и утверждены имеющиеся в стране породы пчел Итак, среднерусская, кавказская, горная и желтая Карпатская, украинская, степная А также в страну завозятся Краинская порода и итальянская Среднерусская порода Место естественного обитания этой породы Это средняя и северная Европа С 17 по 19 век были вывезены В Северную Америку, Южную Америку, Австралию и Азию Данная порода распространена в большинстве краев и республик В том числе и в Башкирии и по всей Сибири Поэтому, когда в Башкирии вдруг находят Некую башкирскую породу пчел Такой породы просто нет А есть только русская порода пчел Которая живет и в Башкирии Особенности русской породы Русская порода При вмешательстве в жизнь русских пчел Ведут себя крайне агрессивно Но это нормально на самом деле Так и должно быть Пчела высокопродуктивна У пчелы высокая зимостойкость Высокая устойчивость к различным болезням Самый высокий по сравнению с другими породами пчел На территории СССР инстинкт к размножению Он выражается в сильной райливости Это собственно и есть размножение пчелиной семьи Но есть такой недостаток что ли Если можно его назвать недостатком Ну это такая наивность что ли Когда русская пчела сильно увлечена медосбором Гнездо они оставляют почти без присмотра Чем и пользуются другие Более предприимчивые Как написано в справочнике В народе называют воровитые пчелы Эти пчелы вытаскивают весь мед Иногда убивают матку Значит далее Кавказская порода пчел Серая горная и желтая Место естественного обитания Кавказ за Кавказе У этой пчелы зимостойкость низкая Ну в наших условиях имеется ввиду Зимостойкость низкая Устойчивость к болезням низкая Но эта порода пчел Отлично защищает свое гнездо От чужих пчел При этом эта пчела Чрезвычайно предприимчива Как вот написано в справочнике К отыскиванию новых источников корма И к нападению на чужие семьи На практике это выражается в том Что в окружении таких же пчел Эта предприимчивость нивелируется Хорошей защитой гнезда Но стоит кавказскую породу пчел Поставить к русской породе Начинается вот та самая Высокая предприимчивость То есть пока русские пчелы в поле Кавказская пчела их просто обворовывает Так был поставлен эксперимент По выявлению метапродуктивности Кавказской пчелы В местах обитания русской породы пчел Для чего был поставлен этот опыт? Для того чтобы обосновать Скрещивание этих пород Гибридизацию и так далее Так вот ученые уже потирали руки Когда в конце опыта Выяснилось Взвесив в контрольные ульи Они обнаружили, что Кавказская пчела натаскала в разы больше меда Чем это делают русские пчелы Ну и ждало разочарование Когда они взвесили русские семьи У русских семей Меда было меньше, чем обычно Или он отсутствовал вообще Это научный факт То есть пока русские пчелы летали в поле Кавказские летали по их улям Далее было еще огорчение Когда контрольная группа Кавказских семей Просто не перезимовала По тем или иным причинам Но эти научные деятели Наделали массу дел Были брошены Экспериментальные пасеки С итальянской и кавказской пчелой Которая непригодна в наших условиях И целые районы Были подвергнуты гибридизации То есть аборигенная пчела Изначально сильная Продуктивная Зимостойкая Устойчивая к болезням Стала менее устойчива к болезням Менее зимостойкая Более воровита Также этими деятелями Был завезен клещ вора Почти уничтоживший всех пчел Естественным путем Этот клещ никогда бы не добрался До наших мест Ну также одним предприимчивым Бизнесменом В свое время В начале перестройки Значит на нашей земле Был завезен гнилец Вместе с пыльцой Что усугубило ситуацию Пчела начала болеть В дополнение к клещу Еще этим гнильцом И соответственно Пчеле стало еще труднее выжить Есть фамилии Есть рассказы очевидцев Которые рассказывают Что они всячески отговаривали Этих деятелей От этих действий Факты подтверждают Что это было сделано Злонамеренно Теперь значит Карпатская и украинская породы пчел Эти породы Похожи на русскую пчелу Это собственно и есть ветвь Русской породы пчел Эти породы Более терпимы К вмешательству В их жизнь Зимостойкость у них Высокая Ройливость у карпатской породы Низкая У украинской Высокая Ну и слава богу Теперь о гибридизации Если хотите сохранить Ваших пчел в чистоте И хотите получать стабильный результат А для нашей местности Это русская порода Держите ваших пчел Подальше от гибридов И других пород пчел К вам могут подвести Другие породы пчел Или гибридные И вы даже об этом и не узнаете Сделать это могут Не зная о вас Или зная Но не учитывая И вы даже можете Об этом и не узнать Радиус лёта маток и трутней Для спаривания Очень большой Ну советуют Держаться вот 20 верст Вот То есть могут поставить Где-то за лесом пасеку И вы даже об этом и не узнаете Просто однажды Вы увидите Что пчела у вас пожелтела Стала более ленивая Более больная Клещ развелся Воровитая стала Менее устойчива К зиме и к болезням Поздно вылетает на медосбор И рано возвращается Чтобы уменьшить воздействие Гибридов Ну или инородцев На ваших пчел Семьи Держите всегда в тонусе Что это значит? То есть семьи Должны быть максимально сильными Расплодные рамки Максимально белыми Тогда выводится Крупная пчела и трутни Мед максимально хороший Натуральный Жилища максимально комфортными Вода максимально чистая И проточная Воздух без вредных примесей То есть подальше от заводов ТЭЦ И желательно Минимальное воздействие Электромагнитных излучений Зачем это все? Опыты показали Что даже в присутствии Небольшого количества Инородных семей Пчел Русские матки Предпочитают Своих русских трутней Русские трутни Более быстрые Более родные Они спариваются На огромных скоростях Но стоит Материнской русской семье Оказаться в окружении Слабых русских семей Где трутни маленькие Или подверглись Токсичному воздействию Сахара Лекарств и прочего Медленные и слабые И нежизнеспособные По сравнению с быстрыми И активными Инородцами Или вообще Вокруг только Трутни инородцы Русской матке И трутням Ничего не остается Как свариваться С инородцами В итоге Мы получаем Ни то ни сё Почему это плохо? Потому что Русская порода пчел Приспособлена Для тех условий В которых она живет А иная порода Приспособлена Для своих условий Но так как Ваша пчелосемья Продолжает Находиться В своих условиях И теряя породистость Теряя приспособленность К местным условиям Инородная же семья Была вырвана Из своих привычных условий При том что Ядро Её породы Находится на месте И они ничего Не теряют При этом Эта семья Как агрессор Камикадзе Погибает сама И ухудшает А в некоторых условиях Например При неблагоприятной Зимовке И других Экстремальных условиях Просто уничтожает Те семьи Которые потеряли Породистость Из-за неё Это вот такая Правда Пчелиной жизни И не только пчелиный Породистые пчёлы Это не те У которых Породистые родители А у которых Породистые дети Хотелось бы сказать Про трутни Как уже было сказано Трутни Не только Оплодотворяют матку Но начнём с того Что слово Трутень Не похоже на слово Бездельник Лежебок Лоботряс Лавилас И так далее Слово Трутень Похоже на слово Трут Например Или труд Образ труд Не является негативным А негативный образ О труднях Нам навязан Трутень Это часть Живого организма Это как плацента У женщины Плацента Сделала своё дело Для размножения И организм её отторг Так и труднее Отторгает организм Пчелосемьи осенью И это никакая Не жестокость природы Итак Полная мёда Хороший подарок Для любого Да и пчеловоды Вокруг Асик Ходят Обычно Кто там За трутом Для дымаря Кто просто Так что Забирайте Пока ещё Лёгкую И непривлекательную Для других Ловушку Отвозите на дачу На берёзку Там например К анастасийцам Тоже там На дерево Куда-нибудь Её подвесьте Где-нибудь там Или в крайнем случае Поставьте У себя на балконе Если городок Небольшой Вот Есть такой пример Из жизни Один дядька Держит По-моему Несколько ульев У него На балконе Город у него Небольшой Но посадок Как обычно Много там Есть какой-то парк Перед домами Садят Ну много Что там растёт Даже редкого Притом Город создаёт Микроклимат Такой свой Там С зданиями Это всё Закрыто И растут там Иногда очень Такие Медоносные Растения Деревья Так вот Этот дядька Качает мёда Больше чем на пасеке Это вот такой вот Факт тоже Рассказывает Что сдавал мёд На анализы И вредных Включений В меду нет Но это сомнительно Но тем не менее Вот он так рассказывает Пчёлам Также очень Хорошо живётся На чердаках То есть Если Свой дом Или дача На чердаке Очень хорошо Высоко От земли Под крышей Тепло То мёд Конечно будет лучше Чем из города С ловушками До зимы Всё понятно То есть Вы их оставляете Просто Где-то под присмотром Они у вас стоят Или где-то вы их В лесу Там где Не ходит никто Куда-нибудь Привяжете Спрячете Ну в общем Будут они у вас там стоять Ждать вас До начала зимы Что делать С той ловушкой Которую вы решили Переселить В свой улей Итак Что мы делаем Лезем на дерево На закате Советую Одеть маску Если вы действуете Неуверенно Или в случае Какого-нибудь ЧП Может ловушка Развалится Может быть Тряпочка Которую вы заткнули Литок откроется На вас Может напасть Высоко От земли Несколько сот пчел Это на самом деле Опасно Пока у вас нет Такого опыта Когда пчелы Начинают Атаковать Вместе с болью От укусов Голова затуманивается Начинаешь плохо соображать Рассказывают И убегают Спасики Но я вот Спасики не убегаю Я гордо ухожу Быстрым шагом Отвязываете ловушку Лучше ехать В лес Вдвоем Вдвоем В лесу Сподручнее И вести ловушку Назад Лучше придерживая И контролируя Литок В машине С летающими пчелами На ходу Еще веселее То есть У меня такое было Один раз Там открылись пчелы Вот Одной рукой От них отмахиваешься Пытаешься остановиться Ну в общем Забавно это все Чтобы все пчелы Были на месте В ловушке Нужно Ловушку снимать Когда солнце Только-только Скрылось за горизонтом В закрытом виде Ловушка Спокойно Может дождаться До утра В машине Утром Пока в машине Еще Не стало жарко Отвезите Ловушку В месторасположение Итак У вас Шесть рамок В ловушке Если улей Двенадцати рамочные Значит Поставьте в него Шесть рамок Свощины Если есть пустой Сод Или как его Еще называют Суш Еще лучше Поставьте его В семью Для быстрого Развития семьи Поставьте ловушку Перед новым ульем Так чтобы их Литок пространственно Находился Как бы на Одной линии С литком Нового уля Делается это Просто Подставив Что-нибудь Под ловушку Плюс-минус Двадцать сантиметров Не страшно Пусть стоит улей Перед ним Ловушка С пчелами Сразу Пересаживать Пчелу После привозки И переноса Советую То есть Перед ульем Поставили И откройте Литок Если рой Хороший То Во-первых Ловушка Будет тяжелая От этого роя То есть Рой будет Сам большой Тяжелый А во-вторых Пчелы Активно Начнут Вылетать Из литка В попытке Разобраться С вами Жалить вас Жалят Они самоотверженно При этом Погибая Естественно Поэтому Даже если Вы одеты В маску Чтобы не терять Ваших пчел А в раю Каждая пчела На счету После открытия Отойдите подальше На следующий день В районе обеда Или после обеда Пересадите пчел Делается это так Открываете крышку Ловушки И улья Часть рамок В ловушке Будет пчелами Уже освоена Это ядро гнезда Лучше ставить улья Литком На юго-восток Но я ставлю на восток При этом Обычно Пчелы строят Своё гнездо Если мы ставим На восток Пчел Гнездо они Будут строить С севера На юг Значит Ставим в улей Первую пустую рамку С овощиной Или с уж Если у вас есть Это ещё лучше Начиная с севера Из этой рамки Пчелы Сделают Впоследствии Перговую рамку Далее Достаем из ловушки По одной И ставим в улей Освоенные пчелами рамки Начиная с севера Опять же На таких рамках Уже могут быть Отстроены соты Там скорее всего Будут уже яйца Расплод Освоенные рамки Поставили Далее Ставим Все пустые рамки Далее Укладываем На рамки Сверху Прям Коричневую Упаковочную бумагу Укладываем Ее в два слоя Если у вас Прохладно Уложите три слоя Возможно Четыре Если жарко Уложите один слой Этого будет достаточно Значит И проделайте Небольшое Отверстие В бумаге Один-два Сантиметра Где нибудь С краешку Ну я вот Делаю Над летком Бумага на рамках Лежит И вот Над летком Я так Отрываю От бумаги И делаю Отверстие Бумаги Этой Много Везде В строительных Магазинах Можно отдельно Купить ее Все Поставили второй Корпус В следующий раз Нужно заглянуть В конце лета Если матка И медосбор Хороший Рой будет Хорошо развиваться Он займет Первый корпус Выкинет Вашу бумагу И займет Второй корпус Если развитие Будет слабым Тепло не будет Уходить Во второй корпус Второй корпус Поставили Постелили на рамке Положок Сделать его Можно из обычной Тряпки Тряпка должна быть Плотной Не ворсистой Утеплили сверху Для этого Можно использовать Ватную подушку Сделать Можно использовать Толстую ткань В два В три слоя В четыре Значит И все Оставили семью До осени До конца лета Потому что Раи Если есть Пространство для Развития Они В это же лето Второй раз Не роятся Поэтому Можно Спокойно Их оставить И заглянуть Уже в конце лета Либо за медом Либо посмотреть Что там получилось У вас из этого Потому что Бывает Всякое бывает В общем Будем надеяться На то Что все будет Хорошо Это что касается Роя Если вы купили Пакет Действия Такие же Но в отличие От роя Который при наличии Места Как я уже сказал В это же лето Не роится Пакет Запросто Может отроиться Поэтому нужно Учитывать Когда в вашей местности Главный миндосбор В разных местностях Он свой Но обычно Это где-то В середине лета То есть Поспрашайте Там у местных У деревенских В вашей местности Они вам подскажут Пляшем от этого Хороший пакет Может занять Первый корпус И при отсутствии Сильного миндосбора Может отроиться Поэтому Если у вас Поздний миндосбор А с 20 июля По конец августа Например Если вы поселили Пакет 1 мая То не позже Чем 20 мая Нужно заглянуть В улей И посмотреть Сколько рамок Пчелки заняли Скорость развития Отличается При разной погоде Медосборе И возраста матки То есть Чем матка моложе Тем семья Развивается лучше Но запомните Рациональное зерно Этого всего Нужно поймать Тот момент Когда пчелы Почти займут Весь первый корпус Но в роевое состояние Еще не войдут Это очень важно Если пчелы Вошли в роевое состояние Тогда что-либо Делать уже поздно Конечно Есть способы В виде Такой Жесткой ломки Но я их не использую И вам не советую Если вы упустили момент По тем или иным причинам И пчелы вошли В роевое состояние То значит Что здесь можно сделать Вариант Выламывать Маточники Каждые 6 дней До начала Главного Медосбора Это трудоемко Для этого нужно Находиться на пасеке Поэтому Когда начинается Главный взяток Пчелы Выходят Из роевого состояния То есть Они передумывают Роиться И начинают Заниматься Медом Либо же Можно подождать Выхода роя Рой этот Можно будет Вернуть обратно Есть способы Либо Сделать еще Одну семью Но в конечном счете Много меда В конце лета Не будет Для того Чтобы поймать Рой Нужно посмотреть Вы открыли семью Видите Маточник Почти готов Значит На следующий день Или Через день Через два Нужно ожидать Рой Бывает Рои задерживаются Из-за погоды Например Идут дожди Дует Сильный ветер Рои любят Хорошую погоду Теплую Безветренную Солнечную Даже жаркую Поэтому смотрите Маточник Почти закрыт На следующий день Начинаете находиться На пасеке То есть С одиннадцати утра Где-то Даже с десяти И до шести вечера Дежурьте Рядом со своим ульем Если погода жаркая Рой выйдет В ближайшие дни Возьмите веник Намочите его И обрызгайте рой Это Значит И через некоторое время Через пять минут Встряхните его Либо в какой-нибудь ящик Либо в раевню Сделайте раевню Ее просто делать И поместите в погреб Или в подполье Где прохладно Там он остынет А вечером Можно будет его пересадить В новый уль Будет у вас вторая семья Потом Перед началом Медосбора Можно будет Эти семьи Вашу первую семью И рой объединить Тогда будет Очень сильная семья И наберет вам Очень много меда Либо оставить их отдельно Если они будут Хорошо развиваться Ну вот Это что касается Раения Через три недели Пересадки пакета Вули Вы начали осматривать Маточников нет На первой На второй На третьей рамке С краю С первой рамки Начинайте смотреть матку Матку Вы отличите просто На крупная Крупнее рабочие пчелы И на трутня Совсем не похоже Значит И смотрите матку Как только увидели матку На этой рамке Рамку эту Доставайте из семьи И ставьте в подготовленную Ловушку Которую вы сделали Для поимки раев В ловушке Должно быть Пять пустых рамок Ну желательно суш И ставьте туда Эту рамку С маткой Скорее всего На этой рамке Будут пчелы Много пчел Будет расплод Это хорошо Поставили в ящик Литок закрыли В ящике И продолжайте Дальше Осматривать Вашу семью Просмотрели Все рамки Выбедились Маточников Нет Замечательно Значит На пустое место Поставили пустую рамку Накрыли Гнездо бумагой Проделали Отверстие В ней Поставили Второй корпус Лучше сушью Тогда они сразу Наполнят Готовые соты Медом Если нет Суши Ставьте Рамки Свощины Тогда они потратят Время И мед На постройку сотов И меда Получится меньше Второй корпус Поставили Постелили На рамке Положок Утеплили Сверху Улей закрыли В данном случае Семья Быстро Выведет Себе Новую матку То есть Матка у них Обновится Она станет Сильная Молодая При этом Семья При наличии Места для развития Этим летом Роиться не будет Ящик Со старой маткой Повешайте на дерево Рядом Или поставьте Неподалеку Через месяц Не раньше Опять загляните В семью Если молодая матка Хорошо облеталась Не пропала При облете Такое бывает То есть Молодая матка Улетает И пропадает Ну в основном Путает улья Иногда Ее убивают Заглянули в семью Посмотрели Все соты В сотах Вы увидели яйца Значит Новая матка Хорошо облеталась И начала сеять Через медь Если яиц нет Я возвращаю Старую матку На место Делается это просто Из вашей ловушки Достаются Соты И ставятся Обратно в семью За это время Матка в ловушке Продолжает Сеять И вы Ничего не теряете Если яйца Есть Все отлично В ящике Ловушки Пчелы развиваются Строят соты Забивают их Медом В основной семье То же самое Улей Кстати Лучше установить Повыше от земли Ну лучше На полметра И до осени Семью не трогайте Семья будет трудиться Носить мед Что с ней делать Я расскажу В следующей передаче Как нам достать мед Как нам помочь Пчелам В их борьбе С паразитами Без использования Химии И обо всем остальном Я расскажу В следующей передаче За сим прощаюсь Всего доброго До свидания И лети ты на крылатом коне Рус Далекие Тысячеледия Рус Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok